Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Добрый вечер! В эфире Лицкого телевидения информационная программа «События». В студии сегодня работает Лидия Поздняк. Сразу коротко об основных темах выпуска. В центре внимания общественная стабильность и обеспечение законности и правопорядка. На Гродничине прошел единый день информирования населения. В Республике Беларусь создана стройная система именно госорганов, отвечающая за правопорядок в стране. Для тех, кто делает первые шаги в профессии, на Ивьевщине молодые специалисты были приглашены на торжественный прием главе района. Библиотечное дело стало делом семейным. Людмила Мартинкевич любовь к книге передала и своей дочери Дарье. А раз маме интересно, как может быть неинтересно детям? Лицкое телевидение сейчас и в интерактивном пакете зала. Чтобы смотреть программы ЛИДА ТВ, необходимо лишь включить 111 канал. Чтобы найти программы ЛИДА ТВ в пакете интерактивного телевидения зал, достаточно просто на пульте нажать 111. Это был анонс, а сейчас подробности. Об общественной стабильности и обеспечении законности и правопорядка сегодня шла речь в трудовых коллективах Гроднищины, которые посетили в рамках единого дня информирования населения информационно-пропагандистские группы обл. и райисполкомов. Как было отмечено выступающими, созданная в Беларуси система обеспечения законности и правопорядка строится на принципах верховенства закона, равенства всех граждан перед ним и неотвратимости наказания. В нашей стране функционирует система правоохранительных органов и судов, стоящая на страже законности и обеспечивающая правопорядок. В Республике Беларусь создана стройная система именно госорганов, отвечающих за правопорядок в стране. Что хотелось бы отметить, это не только милиция, это и комитет госбезопасности, и прокуратура, и следственный комитет Республики Беларусь, и государственный пограничный комитет. То есть все службы, которые именно заботятся, вооруженные силы, которые заботятся именно о безопасности страны. Здесь заслуга всех. Что самое главное в Республике Беларусь, то, что стабильность и спокойствие. Недаром 7 июля, когда президент Республики Беларусь встречался с госсекретом Совета Безопасности, он отметил, положительно оценил работу правоохранительной системы Республики Беларусь. Ну, это, во-первых, и должная оценка работы органов президентом страны, но это же и определенный посыл на перспективу, то, что работать нужно в этом направлении еще лучше. Недаром все приезжающие гости Республики отмечают то, что в Беларуси всегда безопасно, спокойно и тихо на улицах наших городов. Деятельность органов внутренних дел непосредственно направлена на обеспечение законности и охрану правопорядка. За 8 месяцев текущего года на территории Гродненской области отмечается незначительное увеличение числа преступлений. При этом практически на прошлогоднем уровне осталось количество выявленных преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких. На территории Литского района просматривается позитивная тенденция к сокращению уровня преступности. Результаты проведенных опросов показывают большинство жителей нашего региона, доверяют сотрудникам милиции и чувствуют себя в безопасности в общественных местах. Продолжаем выпуск. Уже полтора месяца молодые специалисты опробируют полученные в вузах, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях знания. В Ивьевском районе новые кадры пришли в этом году в сельское хозяйство, образование, медицину, торговлю, культуру, силовые структуры, лесное хозяйство и средства массовой информации. По сложившейся на Ивьевщине традиции, те, кто прибыл на свои первые рабочие места, были приглашены на торжественный прием к председателю райисполкома Александру Булаку. Обращаясь к молодежи, он отметил, Ивьевщина – это регион, где можно реализовать свои профессиональные качества, наладить личную жизнь и остаться навсегда. Я рад приветствовать сегодня вас, особенно тех, кто делал первые шаги на нашей Ивьевщине, кто после окончания высших и средних специальных учебных заведений пришел в наши организации и предприятия на свое первое рабочее место. Отравлено ответить, что в этом году в наш район прибыло 89 молодых специалистов. Из них, больше всех в сфере образования, 33 человека. Отравлено, тоже и радуюсь, что 17 человек пополнило роды медицинских работников района. 11 человек, молодых специалистов, пришло в сферу культуры и средства массовой информации. Мы давно ожидали в нашу районную газету внести новую струю молодых специалистов, чтобы они внести свои новые мысли. В Вороновском районе вчера в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Авария произошла у деревни Бенякони. УАЗ, двигаясь по гравийной дороге, оказался в кювете, где перевернулся и вновь встал на колеса. В автомобиле находились 4 человека, двое в кабине и двое в кузове. Одного из двух последних выбросило из машины, и он оказался в кювете. Мужчина погиб на месте ДТП. Обеспечение безопасности людей на дорогах – главная задача госавтоинспекции. Наиболее уязвимые участники дорожного движения – пешеходы. Для их безопасности один из пешеходных переходов на проспекте Победы в Лиде оборудован световой сигнализацией. Вмонтированные в дорожное покрытие фонари начинают мигать желтым светом при приближении человека к зебре. Данный перекресток расположен в оживленном месте, где наши граждане идут как в Евроопт, а также переходят в проезжую часть в сторону рынка, да и вообще в центр города. То есть в данном районе очень многочислено пешеходов. Принцип действий таков, что при подходе пешехода к пешеходному переходу на специальное устройство подается сигнал и начинают мигать светящиеся элементы. Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, видит, что идет мигание светящихся этих же элементов. И он снижает скорость и знает, что в районе пешеходного перехода находится пешеход. Оборудование пешеходных переходов световой сигнализации – технология в сфере организации дорожного движения для Беларуси новая. Впервые она была использована в прошлом году в Щучине. Стоимость такого ноу-хау около 50 миллионов неденоминированных рублей. Госавтоинспекция с 16 по 18 сентября проведет массированную отработку трассы М6. Негласный смешанный контроль за дорожным движением на автодороге Минск-Гродно-Граница Польши в этот период будет проходить с 15 до 23 часов. Госавтоинспекторы особое внимание уделят пресечению нарушений правил дорожного движения пешеходами в темное время суток и нарушений скоростных режимов. Соблюдению правил обгона и маневрирования, выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права на управление транспортными средствами. И усилят контроль за перевозкой детей-пассажиров. Лидское телевидение сейчас и в зало. Возможность смотреть наши программы абонентов интерактивного телевидения появилась 30 августа, когда торжественно был осуществлен запуск канала Лида ТВ в зало. Напомним, кнопку «Пуск» нажали заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Бузовский, министр информации Лилия Ананич, первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шитко, заместитель председателя Гродненского облсполкома Виктор Лискович, председатель Лидского райисполкома Михаил Карпович и главный редактор Лидского телерадиообъединения, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Нина Поздняк. Интерактивное телевидение зала увеличило зрительскую аудиторию нашего канала более чем на 160 тысяч абонентов. Чтобы смотреть программы Лида ТВ, необходимо лишь включить 111 канал. Надо сказать, что для абонентов найти телеканал в пакете интерактивного телевидения зала сложностей никаких не составит, потому что там нету такой функции, как поиск телеканала по какой-то определенной частоте. И Лидское телевидение в пакете зала также представлено собственным каналом 111, поэтому, чтобы найти программу Лидского телевидения в пакете интерактивного телевидения зал, достаточно просто на пульте нажать 111, три кнопки единички. Если же есть какие-то проблемы и 111 канал не отображается, то могу только порекомендовать перезапустить приставку и проблем сразу не будет. Сегодня в Беларуси День библиотек. Праздник этот появился в 2001 году по указу президента. Дата выбрана в честь Дня основания главного книгохранилища страны – Национальной библиотеки. В Лиде Дню библиотек приурочили литературно-музыкальное мероприятие под названием «От прошлого в сегодня и от сегодня в завтра ведет нас печатное слово». Его организаторы, работники районной библиотеки имени Янки Купалы напомнили гостям историю книгопечатания в Беларуси, предложили ознакомиться с книжными выставками «Летопись печати Беларуси», «Лидские периодические издания» и «Личина литературная» и посетить выставку продажу сувенирной и полиграфической продукции. А также сегодня состоялась презентация книги белорусского писателя и переводчика Михаила Скоблы «Прозное». Сегодняшнее мероприятие посвящено грядущему 500-летию белорусского книгопечатания, которое у нас будет проходить на протяжении следующего года. Не случайно этот праздник и это мероприятие было устроено непосредственно в День библиотек и библиотечных работников, потому что мы, как никто, связаны с книгопечатанием, с книгами, с той информацией, которую несут книги и дают людям. Сегодня на наше мероприятие приглашены все учреждения, которые также имеют, скажем так, отношение к этому празднику. Это «Лидская типография», две наши газеты, «Лидская газета», «Принеманские вести». Кроме этого, к нам приглашены и издательский дом «Наше слово», которые также занимаются издательством книг и выпускают газету. Этот праздник приурочен, и мероприятие и праздник приурочен не только для библиотекарей, а для всех жителей нашего города и района, которые приглашены на этот праздник. Как вы могли заметить, проходит большая торжественная программа, где вспоминаются страницы истории нашего книгопечатания. Вспоминаются те знаменитые, значимые люди, которые внесли вклад в это дело. Ну и, конечно же, чествуются сегодняшние, скажем так, именинники. Те люди, которые непосредственно работают с книгой изо дня в день, доносят ее до своего читателя. Наша библиотека жила, живет и будет жить. В ней очень много читателей, новых читателей, молодых читателей, много молодых сотрудников, которых интересует эта деятельность, эта работа. В Лиди-Илицком районе 21 библиотека. Район на имени Янки Купала у нее более 7 тысяч читателей, 9 городских библиотек, филиалов и 11 сельских библиотек. Малонаселенные пункты нашего региона обслуживает библиобус. Ежегодные библиотеки Лидского района посещают более 30 тысяч читателей. Мне очень нравится наша библиотека, я с удовольствием посещаю ее, вожу своих детей. Обязательно нужно читать книжки, развиваться. Это очень здорово для развития. Да, я посещала, когда училась в школе, школьная литература. Постоянно все художественные книги брала именно в библиотеке. Теперь, да, я посещаю, хотя уже реже. Вот. Ну и люблю читать. Люблю классику, люблю современную литературу, но больше, конечно, классика, потому что в классике жизнь заключена. Отношения между мужчиной и женщиной, между семьей отношения все одинаково. Поэтому надо читать книги и в этих книгах можно найти ответ. Для библиотекаря Дворищанской сельской библиотеки Людмилы Мартинкевич и ее дочери Дарьи, заведующие отделом библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы, день библиотек не просто профессиональный праздник, но уже и семейный. О династии библиотекарей материал нашего корреспондента Марии Крушевской. Читальный зал Дворищанской сельской библиотеки можно сравнить с домом хорошей хозяйки. В этом царстве книг всегда красиво и уютно, высокие стеллажи украшают иллюстрированные книги. Над тем, чтобы каждый здесь чувствовал себя как дом, уже 13 лет трудится библиотекарь Людмила Мартинкевич. За эти годы в залах сельской библиотеки было организовано немало тематических уголков читателя. Благодаря Людмиле Владиславне появилась даже музейная комната. Сегодня и представить трудно, что когда-то эта женщина считала библиотечное дело своей несбыточной мечтой. Я когда была маленькая и видела перед собой библиотекаря, я считала, что это самые умные люди, ну может только после педагогов, какие могут быть на земле. И поэтому стать библиотекарем это была мечта нереальная. Я оценивала свои знания и свои возможности. И просто случайно после института мне пришлось поехать в сельскую местность. Это были Крыницы. И предложили первую работу в детском саду. Но я решила, что это все-таки не мое. И когда освободилось место после замечательного библиотекаря Пескун Веры Станиславовны, она сделала там шикарную библиотеку, все возможности, какие только можно было, и таланты она проявила именно там. Я считала, что это дар судьбы, что я смогла там работать. И еще после такого человека. По специальности Людмила Мартинкевич – режиссер-постановщик и педагог-дефектолог. Казалось бы, ничего общего с профессией библиотекаря, однако полученные во время учебы знания помогают Людмиле Владиславовне в общении с читателями. А вот книгам у нее – любовь с детства. Я пыталась найти какую-то изюминку. А изюминку, конечно, было по потрепанному корешку. Чем потрепаннее книга, чем она толще, тем казалась она загадочнее и интереснее. И вот когда приходил домой, конечно, находил какой-то уголок укромный и открывал, и покружался. Мама вначале ругалась. Но когда приходили гости, она всегда говорила, «Боже, какая у меня Люда умная!» Она все время читает. Ну, я, конечно, вначале обижалась, потому что, ну как это, тут-то ругает, тут-то хвалит. Но я решила, книга никому никогда не повредит. Значит, всегда родители нас как-то замечали, одобряли, если мы были с книгой. А книга всегда нас немножечко толкала на игры. Я приезжала к бабушке в деревню, меня мои одноклассники, соседи, дети, которые вместе жили, не могли дождаться. Почему? Потому что мы сразу эти книги театрализовали. Мы играли во все, во что только можно, распределяли рули. И нам все лето было интересно. В библиотечной системе Людмила Мартинкевич уже 27 лет. И все это время она проработала в сельских библиотеках. Начинала в Крыницах, а с 2003 года помогает познавать мир книг двореченским читателям. А еще Людмила Владиславовна открыла его своим детям. Дочь Дарья даже стала как мама библиотекарем. С самого детства сидели вылазно в библиотеке. Столько литературы интересного было, приключения. Прочитаешь книгу, сразу хочется пережить те же эмоции героя. Отправиться в увлекательное путешествие вместе с друзьями. И, конечно же, делились впечатлениями и с одноклассниками, и просто с друзьями. Передавали друг другу информацию, какая книга больше всего понравилась. И они уже следом в этот же день бегут за ней в библиотеку. Людмила Владиславовна рада, что дочь пошла по ее стопам. Иначе, говорит, и быть не могло. Ведь она все свободное время проводила в библиотеке и много читала. Я когда работала в Крыницах, вернусь к этому, они у меня в принципе выросли там в библиотеке. И они видели весь этот труд и видели, что мне самой было интересно. А раз маме интересно, как может быть неинтересно детям. И когда мы приехали сюда, все-таки мама лучше знает своих детей, кем она могла бы быть. Я видела, что у нее есть творческие начинания. И у нее желание работать с книгой. Она любит книгу. И я ее просто, честно говоря, не представляла ни в роли педагога, ни в роли бухгалтера, или экономиста, или даже врача. И сама просто посоветовала. Сегодня дочь Людмилы Владиславовны, хотя и работает в Лицкой районной библиотеке имени Янки Купалы, но не имеет непосредственного контакта с книгами. Вместе с сотрудниками отдела библиотечного маркетинга она занимается изучением читательского спроса, оказывает консультативно-методическую помощь публичным библиотекам, занимается рекламной и издательской деятельностью, планированием, организацией профессионального роста молодых специалистов, разработкой проектов и программ, которые внедряют в работу библиотек. Но при такой занятости она не забывает о книгах. Правда, нередко ей приходится пользоваться их электронным вариантом. Мне хочется разлучаться с книгой ни на секунду. Поэтому, когда появляется свободная минутка, даже во время обеда, после работы, хочется сразу же что-то прочитать. Даже хоть одну главу, но тоже себя успокаиваешь, ты уже прочитал, ты уже на пути хочешь узнать, что будет дальше. Поэтому, конечно же, сейчас более удобно мне читать электронную книгу, потому что одновременно хочется прочитать, одновременно читаешь несколько книг, и поэтому, как только свободная минутка, сразу же включаешь, читаешь пару глав, довольна, можно потом с хорошим настроением приступить к дальнейшей работе. Не всегда получается брать печатную книгу с собой, потому что приходится и много ездить, и даже в путешествиях очень удобно, конечно же, электронная книга. Но дома в свободные вечера, конечно же, не разлучаюсь с печатной книгой. В семье Мартинкевич уже два поколения увлечены библиотечным делом. Любовь к книге, Дарья говорит, буду прививать и своим детям, чтобы династия продолжилась. Сегодня дети ходят в библиотеку, просто здесь большую роль играют взрослые в их жизни, то есть библиотекари, педагоги, те же родители. Если ребенку с самого рождения читают на ночь, он уже не будет представлять свою жизнь без книги. Он будет просить, чтобы ему прочитали, он будет сам ходить в библиотеку брать, и вот совместное обсуждение с родителями, это все также влияет на дальнейшую читательскую культуру ребенка. В семье Мартинкевич намечаются две трудовые династии. Мама и дочь библиотекаря, а сын продолжил дело отца, который работает инженером в совхозе Ливский. Людмила Владиславовна и ее муж с нетерпением ждут, какую профессию выберут их будущие внуки. Хорошо бы, говорят, чтобы последовали примеру бабушки или дедушки. На сегодня у меня все. Далее смотрите на нашем канале прогноз погоды на завтра, рубрику «Есть вопрос», блок рекламы, программы «Торговый эксперт» и вот это кадр. Хорошего вечера вместе с Лида ТВ. До встречи в эфире. Лидский хлебозавод. Лидский хлебозавод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова